Ежегодно 3 июля в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники автоинспекции. Торжество прошло и в Люберецкой ГИБДД. Сотрудников ГАИ пришли поздравить представителей Лыткаринской, Дзержинской и местной администрации. Праздник в ГИБДД начался с доклада заместителя начальника госавтоинспекции Александра Лобойко. Он рассказал о достигнутых за год результатах, важнейшим из которых стало сокращение смертности на дороге. За год 112 ДТП по сравнению с прошлым 108, ранено 133 по сравнению с прошлым 127, погибло 3 по сравнению с прошлым 10, дети ранены 13 на 13. Ну, важно отметить то, что реально сохранилось количество погибших и это, наверное, главная заслуга не только сотрудников, но и межмуниципального управления внутренних дел. В Люберецкой госавтоинспекции служит 140 человек от 20 до 60 лет. Все они делают большую работу по обеспечению безопасности и комфорта дорожного движения. Для поддержания хороших результатов необходима поддержка близких. Это отметил Евгений Романцев. Хочется поздравить вам и пожелать самое главное семейного счастья, мирного неба и чтобы вашим детям, вашим семьям всегда улыбалось счастье, любовь. Глава Люберецкого округа Владимир Ружицкий заметил, что все горожане являются участниками дорожного движения, поэтому праздник ГИБДД касается всех без исключения. Лучшим инспектором он вручил знаки отличия, благодарственные письма, а также сертификат на жильё. Всех с праздником! Самое доброе пожелание! Здоровья, удачи и благополучия! Люберецкий отдел ГИБДД обеспечивает безопасность не только в самих Люберцах, но и на территории Котельников, Дзержинского и Лыткарина. Профессионализм инспекторов оценил глава города Дзержинский Виталий Пономаренко. Первое, что я хочу это поблагодарить. Поблагодарить вас за ту ежедневную работу, которая делается сегодня реально, ну по крайней мере в нашем городе. Уровень профессионализма ГИБДД вырос в разы. Глава Дзержинского вручил сертификаты на квартиры сотрудникам ГИБДД. Знаки отличия инспекторы получили и из рук заместителя главы Лыткарина. После торжественной церемонии инспекторы разошлись по своим рабочим местам, чтобы ровно в 9 часов утра открыть двери и принять граждан. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.